доброго времени суток слушатели моего видеоканала сегодня прекрасное субботнее утро 13 08 20 22 и это видео эту картинку вы уже видели на моем канале я периодически буду к этой картинке возвращаться я уже выкладывал видео которое набрало очень много просмотров о врачах-убийцах и сегодня вернее вчера вечером в пятницу я разговаривал со своим другом это видео совсем не запланировано он мне рассказал страшную историю связанную с врачами больницами лечением медициной как таковой в россии такая история у меня на канале самое интересное что история уже знаете она повторяется такая история уже у меня была на канале первый раз история происходит как комедия второй раз как трагедия вчера я поговорил с ним и сегодня утром времени 10 41 я записываю это видео меня всего бомбит предыдущая история была такова что человеку после сложнейшие операции посмотрите в истории это видео есть на канале никуда не делась после сложнейшие операции на головном мозге у человека дикие головные боли невозможно их терпеть ему медсестра принесла обезболивающего аспирин другого никакого лекарства не было банального найза там я не знаю кетанола еще чего-то более серьезных обезболивающих поставлять у человека череп вскрывали как у него все после этой операции болела она ему принесла таблетку аспирина со словами одну таблетку аспирина со словами если останется вернете это была история давния до давняя то есть там на канале она года два лежит может быть больше вот и вчера вот эта история повторилась мой знакомый даже не друг из другого города с которым я вчера разговаривал попал в автомобильную аварию очень тяжелый перелом рук ног грудной клетки и ребра сломаны руки ноги сломаны выжил сделано было было сделано операция он же палате интенсивной терапии его вчера спустили из этой лежал вернее вчера спустили из палаты интенсивной терапии в общую палату где 6 коек стоит вот он весь такой перебинтованный все поломано все переломано он соответственно испытывает дикие боли и также попросил обезболивающего очень все валит то есть все переломано ребра ноги руки все и медсестра принесла ему слава богу не одну а две таблетки аспирина не найза никита мола не укол какой-то поставила а две таблетки аспирина и сказала удивительная история повторяется и сказала фразу если останется вернете то есть он должен потенциально съесть одну или половинку таблетки оставшуюся таблеточку весь такой перевязанный представьте себе такую картину он должен будет вернуть таков уровень медицины у нас россии меня бомбит от этого человек полностью поломанный ему приносят две таблетки аспирина и просят если останется что-то вот из этих двух таблеток аспирина вернуть на пост дать медсестре если останется я конечно все понимаю спецоперации на украине миллиардные затраты на все и про вся ненужная но уровень медицины то надо как-то господа поддерживать меня бомбит от этого я пытаюсь свежего выражаться а хочется орать матом на уровень медицины врачи виноваты да отчасти они виноваты организаторы от медицины виноваты да отчасти они виноваты они части виновата наша власть власть придержащие виноваты в том что человеку приносит две таблетки аспирина не обезболивающие аспирин не является обезболивающим и говорят вот вам обезболивающие если останется что-то от этих двух таблеток вы пожалуйста верните пол таблеточки таблеточку не нового верните его спустили из палаты интенсивной терапии и то спустили в общую палату на 6 человек если останется от двух таблеточек что-то от этого аспирина вы верните таково состояние в россии на момент 13 08 2022 года все что угодно как угодно ну таблеточку одну верните или пол таблеточки или если у вас останется у меня в голове это не укладывается это реальная история это видео скорее всего будет называться как врачи убийцы 2 предыдущие видео просто выходила как под названием мрази от медицины здесь будет скорее всего видео называться врачи убийцы времени 10 46 утра прекрасная осень приближение к осени на среднем урале прекрасный солнечный денек вчера вот такой тяжелый разговор со своим товарищем знакомым не другом даже просто знакомым я ему полностью доверяю потому что опять же повторюсь история повторяется только в первой истории медсестра принесла одну таблеточку аспирина и попросила вернуть если останется человека после операции на головном мозге а вот вчера я услышал вторую историю и различие только в том что в первом случае принесли одну таблеточку аспирина а в этом случае принесли две таблеточки аспирина как обезболивающие и попросили вернуть еще одну таблеточку у меня в голове это не укладывается мы самая богатая страна в мире у нас есть все но вот медицина у нас отсутствует полностью абсолютно живите будьте здоровы надеюсь он никогда не попадать в больницу с чем-либо потому что наша медицина вам ничем не поможет ни один врач вам ничем не поможет врачи мрази и убийцы наша медицина это медицина убийство а не медицина жизни меня бомбит от этой ситуации меня не хватает слов меня не укладывается в голове как так можно я сейчас не буду упоминать о таком позорном явлении в нашей жизни как ковид которого не существует но врачи зарабатывают на этом огромные деньги медицина убийств у нас в россии они медицина здоровья и жизни на этом пожалуй все я обязательно продолжу этот цикл посвященный медицины в российской федерации буду рассказывать истории реальной истории только реальной истории которые будут происходить в этой жизни со мной моими знакомыми коллегами и так далее вообще в целом мое отношение такому явлению в российской федерации как медицина буду продолжать обязательно на этом все благодарю за внимание и удачи вам